Ну и что касается информации Буданов, да, ну можно относиться к словам Буданова по-разному, дескать, ну все-таки разведчик, он может говорить неправду для целей своих, своей страны. Вот что заявил Буданов, он заявил, что есть информация у него, что поручили ФСБ убить, ликвидировать Пригожина. По вашему мнению, вообще нужно трогать сейчас Пригожина, потому что многие говорили, вот Путину не надо его вообще сейчас трогать, вот он его не поминает в Суе, да, вот как Навального, вот этот человек, или там руководство ЧВК Вагнер, но не говорит конкретно про Пригожина, и его куда-то вот в Беларуси пустили, в Африке сидит, и не надо его вообще трогать сейчас. По вашему мнению, что выберет Путин? Путин уже несколько лет, он заходит в тупик, и так все более уверенно в направлении тупика движется. И уже несколько лет у него, вот когда какой-то выбор, ну типа делать, не делать, копать, не копать, да, перед ним возникает, вот видно, вот это кризисный, ну то есть тупик, он как раз виден каждый раз, когда он перед выбором оказывается, у него нет оптимального выбора. У каждого выбора есть колоссальные издержки, цена, которые в некоторых ситуациях перевешивают плюсы, да, и поэтому вот, ну в самом начале своего правления, да, у него была вообще великолепная ситуация. Принимаешь решение, ну то есть перед тобой выбор там плохой и хороший, выбираешь хороший, у тебя все хорошо, да. Вот, так, что-то зависло или нет? Вы меня слышите? Нет, я слышу вас, конечно. Ага, отлично. Значит, а сейчас у него вот такого хорошего нет, у него либо плохое, либо совсем плохое. Еще непонятно на самом деле, что совсем плохое, потому что между совсем плохим и совсем плохим, вот такой у него выбор. Потому что, смотрите, с точки зрения, значит, перспектив повторения, ему надо, конечно, Пригожина наказать очень жестко, в том числе и убив его. Тогда, ну, есть риск, ну то есть велика вероятность, что каждый следующий, кто сейчас думает в этом направлении, скажет, я нет, не буду-ка я. Потому что очевидно, что Пригожин с такой легкостью захватив Ростов и дойдя до Москвы, практически до Москвы, до Московской области, конечно, он вдруг открыл глаза для огромного числа силовиков, которые недовольны ситуацией. В том числе и для тех, кто на фронте. И сейчас реально есть шанс, что в какой-то момент, когда будет отдана какая-нибудь совсем уж мерзкая команда погибнуть, так сказать, в какой-то там самоубийственной атаке, люди взбунтуются. Особенно сейчас, да, а что нам туда идти, вот там гарантированная смерть, да пойдем лучше на Москву. Да, вон Пригожин ходил, показал, там вообще все дыряво, и живы будем. Вот, поэтому соблазн, очевидно, возник, ну, не может не возникнуть в такой ситуации, как сейчас. И многие в этом направлении думают. И вот, чтобы это все остановить, размышления в этом направлении, конечно, Пригожина надо наказать. Но с точки зрения вот этой вот, значит, ситуации в общественном мнении, это недопустимо, конечно. Ну, то есть Пригожин же ни какой-нибудь там, ни Навальный, ни Ходорковский, ни брак Отечества. Он же патриот. Ну да, вы поссорились что-то там, да, что-то не поделили. Ну, все знают, что он патриот. Никто в этом, никто не сомневается в его патриотизме, да. Путин там пытался назвать его предателем, вот, но не зашло. Значит, Левада-центр вчера обнародовал цифры, очень интересные цифры. Случайно получилось, что Левада проводила очередной опрос свой в рамках амнибуса, такого регулярно повторяющегося опроса. И так получилось, а этот, значит, опрос длится там несколько дней, пять или шесть дней. И так получилось, что ровно посередине этого опроса произошли все эти события. Опрашивали в том числе и по отношению к Пригожину, его электоральный рейтинг и одобрение его деятельности. Так вот, значит, ровно в два раза Пригожин упал после вот этого выступления Путина, ну, после этого Путча, после выступления Путина. Но упал в два раза. То есть половина из тех, кто одобрял деятельность Пригожина, ну, то есть те, кто были, если можно так выразиться, его, значит... Те, кого называют турбопатриотами, да? Вот. Половина из них, по сути, встала на сторону Путина, согласилась с Путиным. А половина, даже после выступления Путина, вот в последующие дни, сохранили симпатии по отношению к Пригожину. Вот. И в этой ситуации, ну, то есть, когда Путин расправляется с антивоенным лагерем, с либералами там, которых обвиняют в том, что они западные, наимиты, да? Ну, там патриоты к этому относятся более-менее спокойно. Тоже, кстати, далеко не всем нравится. То есть там тоже издержки есть. Но в целом, ну, нормально, окей, терпимо. Ну, то есть, по крайней мере, не скандал. А вот русских патриотов начать арестовать. Почему вы думаете, Гиркина терпят, и Пригожина так долго терпели? Да именно по этой причине. По причине, что если ты сейчас их начнешь арестовывать и сажать, так их сторонники достаточно быстро по одну сторону обрекаться с навальницами, окажется. Как когда-то во время Болотной. Ведь Болотную начинали, сейчас про это подзабыли, но первыми начали протестовать против фальсификации этим нацболы и русские националисты. Либералы подтянулись чуть позже. Просто потому, что либералов оказалось намного больше физически. Ну, как бы вот либеральная составляющая, это вот мило все остальные составляющие. Но тогда они были союзниками. Так в истории бывает. Любая революция, на самом деле, случается в ситуации, когда вчерашние еще политические враги в момент смены повестки оказываются по одну сторону обрекад. То есть, да, по вопросам внешней политики мы, так сказать, в разных лагерях, а по вопросам внутренней политики мы ненавидим Путина вместе. Да? И в какой-то момент вот это перевешивает. Как когда-то по одну сторону обрекад в 17-м году оказались, значит, одобрявшие войну, Первую мировую войну, либералы, то бишь кадеты. И с первого дня, занявшие антивоенную позицию, левые типа большевиков. Они в 17-м году вдруг оказались союзниками. И больше полугода они были союзниками. Ну, такими периодически ссорились, было много противоречий, но тем не менее они... Ну, закончилось мы знаем чем. Закончилось мы потом знаем чем. Именно поэтому империя... Ну, это обязательный атрибут успешной, ну, практически любой, может быть, бывает. Я не знаю, вот сходу я ни одну революцию не назову, которая без этого происходила. Ну, гипотетически, может быть, и это возможно. Но точно большинство революций сопровождалось вот таким объединением. Это возможно. И этого, конечно, к Кремлю нельзя допускать. Поэтому репрессии в отношении патриотов, так сказать, то, что у них там патриоты называется, да? А Пригожин безусловный патриот. Он прям чемпион по патриотизму. Он делом свой патриотизм доказал, понимаете? Не просто как Медведев там сидит, значит, в Телеграме пишет или там в Твиттере. Так даже не он пишет, а его копирает. Ну, окей, от его им не важно сейчас. На самом деле, ну, я знаю, я же сам спичератель. Я у Медведева никогда не работал, но мои коллеги работали. Ну, там команда такая общая. На самом деле, сам, конечно. Но, вернее, есть текстовик, есть человек, который черновик написал. Но Медведев никогда не позволит ему ставить текст без одобрения. То есть он сам смотрит там, что-то правит, и потом это все вставится. Так вот, вот они все эти патриоты наши, по давляющей большинстве случаев, это просто болтуны. Они только вот языком. А Пригожин делом свой патриотизм доказывает, понимаете? И в этом смысле расправиться с ним нельзя по внутриполитическим соображениям. Это поставит под удар вот эту путинскую базу. Значит, вот эту патриотическую. То есть его социальную опору, его режиму, по сути. А режим без социальной опоры, он долго не просуществует. Особенно в ситуации, когда он проигрывает войну, и силовики уже так... Ну, их лояльность такая под вопросом, мы только что видели. А, значит, пока Вагнер шел на Москву, где были все остальные, разбежались? Ну, Ахмат стоял в пробке, Ахмат стоял в пробке. Остальные... Извините, у Кадырова появилась кличка тогда, я в социальных сетях видел. Не доехавший. Да, ну то есть все рассосались, все исчезли. Вот, и в этой ситуации, значит, ставить под удар социальную базу, ну, это слишком рискованно. Короче, Путин, вот оказался между... Вот у него классический выбор, казнить нельзя помиловать. То есть прямо и тот вариант возможен, и другой, и оба, на самом деле, с таким количеством издержек, что мама не горюет. Вот я, на самом деле, ему вот в этом смысле даже бы не позавидовал. То есть принять такое решение очень трудно. Папе... Еще, второе. Второе. Надо понимать, что даже если он эту команду отдаст, не факт, что она будет исполнена. Понимаете? Силовики ориентируются на силу. Это очень циничная публика, они уважают только силу. А Путин никакой силы не демонстрировал в последнее время. Вот в этой истории он очень сильно проигравший. Он уже такая, солнцезакатывающаяся. Такое, знаете... Третий конверт. Еще светит, но уже не греет. Вот. А Пригожин, он на коне. Да, он пока в Беларуси высадился, но вообще он показался хозяином ситуации. Хочу, иду на Ростов, захватываю там штаб. Хочу, иду на Москву, сбиваю по ходу дела ваши самолеты, вертолеты. Потом от меня каким-то образом откупаются, какую-то там мутную сделку со мной заключают, я ухожу. Вот. То есть он, в общем-то, на коне. И поэтому здесь велика вероятность, что, значит, исполнители сами пойдут к Пригожину и сдадут. Там же, ну, цепочка целая исполнителей будет. Вот. Ну, либо другие, либо те, кто не исполнители, но в системе, кто узнает об этом приказе, они сольют. Очевидно, что у Пригожина там прихваты есть, ну, поскольку он часть системы. У него же, вон, видите, сколько газелей там с миллиардами арестовывается. Ну, так он этими миллиардами умеет оперировать, он к кому-то там подмазал. И не факт, что обрубят все его вот эти связи. Вот. Сразу вопрос, вы сказали про социальную базу. То есть он на коне, его поддерживают. Не-не, ну, конечно, поддержка просела сейчас сильно, но просела, просела вот, ну, наполовину. То есть половину он потерял, а половину застал. А половина осталась. Вот, чтобы эту половину у него забрать. Вот смотрите, уже даже, по-моему, то ли Гиркин, то ли кто-то выложил. Сначала, вот ролик там 10 секунд, 15 секунд, стоят Соловьев и Пригожин. И Пригожин говорит, вот, смотрите Соловьева, а еще я вам расскажу, что записывает из чувака Вагнер. И вот подхихикывает подобострастно Соловьев. И буквально недавно, там, уже после этого путча, этого мятежа, так, довольно в такой манере пренебрежительной, Соловьев говорит, ну, да, там, этот же Пригожин, сколько он там брал? Он говорит, Украину за один день возьмет. А вот сколько он брал Бахмут? Вот 200 дней, ну, так что он там может взять? То есть, концепция поменялась. То есть, видите ли вы возможность, что вот эти все придворные пропагандисты, они будут полностью развернуты. И будут, вот сейчас, ближайший там месяц, два месяца, они будут, кроме всего прочего, заниматься уничтожением публичного имиджа Пригожина. Таким образом, полностью пытаясь сначала убрать базу, а уже потом, да, месть это холодное блюдо, которое подойдет холодным, вот потом уже можно и добраться физически до Пригожина. Возможно, возможно. Просто у Путина не факт, что есть это время. Пока они там, значит, обрубают социальные контакты, скажем так, социальные корни, подрубают социальные корни Пригожинщины, кто-то там другой на фронте может сбутоваться и повторить себе подвиг Пригожина. Пойти на Ростов, захватить его, вот, или, наверное, на Москву пойти. В общем, цубцванг у них там. Ну и напоследок, другие люди, акторы, силовики, армия, пропагандисты, Путин сам по себе, элита, они себе заготовили, то есть они стали более готовыми к подобному развитию событий. То есть, ага, в следующий раз кто-то там, не знаю, еще один корниловский бунт с фронта, они знают, так, давайте договоримся, ты идешь, записываешь хотя бы одно заявление, ты не улетаешь в Тбилиси или куда-то еще, или в Дубае, а, значит, сидешь в кабинете, ты еще, ты выступаешь, ты пишешь посты и так далее. Или выводов, по-вашему, никто не сделает? Значит, то, о чем вы говорите, напомнило мне известное высказывание, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Вот, безусловно, то, о чем вы сказали, они сделают. И это будет подготовка к прошедшей войне. Значит, самого главного вывода они, очевидно, не сделали. Глядя на то, как они начались, начали заниматься вот этим самовосхвалением, там, одно выступление путинское, второе, третье, все друг другу жмут руки, там, ордена вешают за, значит, оборону Москвы от Пригожина. Ну, ладно, я так шучу. Ну, в общем, такое же вот самовосхваление, то есть все молодцы, всем спасибо, все сработали великолепно. Выходит, золотов там, что-то рассказывают, как они в окопах лежали под ноской, за дачку же не отдал. Значит, то есть в момент драки никого не было видно. Тут все вылезли и начали, значит, ну, есть же выражение, после драки кулаками махать. Ну, вот этим-то не лезь. То есть, вот, судя по этому безумному, безудержному самовосхвалению, которое, в конце концов, визуализировалось, это, по философу, вот эта восторженная толпа, там, вокруг Путина в Германии, то есть он специально туда полетел, все же усомнились, о, а у Путина-то поддержки-то не видно. Пригожин идет на Москву, а где иди на Россию с их митингами, которые они, там, поддержку Путина регулярно организуют, там, да, где армия, ну, то есть никого нет, все рассосались. Ну, вот, и, вот, чтобы, так сказать, ну, к тому же часть армии, лояльные, вчерашние лоялисты против него сбунтовались, да, поэтому, очевидно, что вопрос о популярности Путина подвис, и надо было вот перебить это яркой картинкой, смотрите, Путин в толпе восторжен на ревущих людей, значит, он по-прежнему популярен. Путин и народ, Ленин и дети. И, значит, они вот занялись вот этим, так сказать, самовосвалением, ну, и мне кажется, тем самым они перекрыли возможность сущностные вещи делать. Ну, то есть, ведь надо исправлять ошибки, которые привели к появлению Пригожинщины. Главная ошибка – неэффективность армии. Пригожин вопил, бунтовал, потому что он видел, что война проигрывается, армия неэффективна, там надо что-то делать. Вот, теперь, ну, видите, Шойгу уже с Герасимовым оставляют на их местах, мы же не можем усупить Пригожину. Конечно. Понимаете? То есть, демонстрация силы, там, путинской, заблокировала возможность проведения необходимых изменений, о которых вы меня спросили. Понимаете? Поэтому они будут там бить по хвостам, арестуют, суровейки, ну, там, еще каких-нибудь крайних найдут. Вот. Но системную ситуацию они не исправят. А ситуация требует системных решений. Поэтому вот это я, поэтому я упомянул, что про подготовку к бывшей, к вчерашней войне, они ее проведут, но война будет новая, не вчерашняя, она будет другой. И они опять окажутся неготовыми. То есть, сама система, вот, она как ехала в одном направлении пропасти, ну, так она продолжает туда ехать. Ну, просто еще более активно занимаясь самовоскалением. Прекрасный итог нашей беседы. Абаз, спасибо вам большое. Как всегда, интересное интервью. Абаз Галямов, российский политолог, политтехнолог был с нами. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео, оно того стоит. Ну, и подпишитесь на фабрику новостей, если еще по какой-то причине этого не сделали. Меня зовут Александр Шульга. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok